всем привет вы на канале ford mac и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим видео с канала чак ревью по гарри поттеру а именно топ-10 глупых моментов из этой франшизы до гарри поттер понял как и действительно потрясающим сказал же гениальных моментов которые перевернули как мир литературы так и мир кино но при этом она полна моментов которые просто заставляют задуматься как зачем и почему просто хочется себя если честно лоб пробить фейс-палом но в этом и изюминка потому что чувствуется что написано эта книга человеком который может совершать ошибки а не какой-то цепь программы ты в принципе учитывая что эту книгу написала женщина которая блин пережила столько лишений потерь учитывая что писала там на гарри поттера в кафешке запивая не чаем а чертовым кипятком с сахаром буквально уже в полной нищете это заставляет понять что человек действительно выжил все и написал по-настоящему гениальное произведение и честно я искренне рад что у джоуна роллинг сейчас все хорошо она стала действительно известным писателем конечно да и нынешние решения не такие хорошие в особенности по новым франшизам гарри поттере опять же те же фантастические твари будущие проекты хрен его знает но давайте узнаем какие же действительно тупые моменты есть в оригинальной франшизе нос поехали да был у меня такой видосик трехлетней давности однако пару месяцев назад я обнаружил одну неприятную вещь ну-ка него удалили о нибудь и в ответ на мое возмущение поддержку ютуба ответила у меня знаете да это же это честно примере с этим постоянно сталкивался уже раз 6 видео поищем как косяки в гарри поттере новая топ-10 white приветствую я до сих пор не могу понять чего такого гипнотического есть гарри поттере чем никто это не может понять каждый по-своему это какие-то платируются чё же приятная очаровательная гарри кончара то культ часть нашего детства и сейчас и до сих пор горячей любовью обожаю как и книги так и фильмы но как мы знаем в любом шедевре можно найти косяки во вселенной джон ролик их вагон и маленькая тележка до топе мы вспомним как и о старых так и о новых косяках гарри поттера поилы тут есть как и книжные так и киношные получается эдакая солянка и напоминал что ох реально жуткой субъектив щеной составлено чисто по моему мнению этот факт мы прояснили тогда давайте начнем урайт 10 место рэйф файнс последней части о соглашусь что поделать вот меня часто волновала одна мысль волан-де-морт это олицетворение абсолютного зла который не знает ни любви ни дружбы а следовательно должен наводить ужас и страх ну вот мы смотрим на рэйфа пальцы во второй части дару смерти и понимаем что не не работает здесь знаменитый английский актер вызывает лишь усмешность на самом деле вина не слова файса а режиссеры я вспоминая кубок огня его первое появление реально наводила уже черном балахоне от которого так и веет змеиным холодом честно мне в первый раз было очень тяжело смысл сцена нафугала рваться и рефлексировать орать как чертов псих а фраза это было мощно но с каждой частью только ужаса постепенно испарялась игра пальцы к финалу превратилась в обычные кривляния если мы присмотримся на актера финальной сцене это реально обидно и в книге это было реально противостояние умов но был огнет гарри его психологически сломал и это немного подбора потрясающе новой беспощадного зла но фильме 10 место и поехали дальше девятое место виды изменения локации реквизитов не сказал бы хотя ладно после пятой части соглашусь это перебор полно то 16 летнего тома рэдла играют совершенно разные актеры даже не похожи друг на друга то омут памяти представляет себя голубую субстанцию то это блюдечко с чернилами то черная метка выглядит как голограмма то как сгусток облаков ну да вот тут ладно вот некоторых моментов соглашусь у нас внезапно научился малфойд разгрессировать на территории хогвартса да и в самом замке беспардонно меняются локации от фильма к фильму то это чистая копия оксфорда с фасадами и лужайками то в третьей части хогварт превращается в мини-шотландию с обрывами скалы но честно говоря в третьей части мне очень нравится изменения альфон скоро он прям может как поработал портал она постоянно меняет свое местоположение и почему-то в пятом фильме члены ордена могли появляться с помощью эффектной белой пыльцы но последующих фильмах почему-то разучились этому фокусу иными словами мой назойливый перфекционист негодует но справедливости ради стоит отметить что обновленная местность хогвартса выглядит куда живописней и тот же омут памяти выглядит кадре намного эффектней но на пользу логике это не идет так что за таки гиги 5 место режиссер свое видение место битва гарри и волонгеморда о многоходовочка мне недавно озарило что битва гарри и володи последнем фильме какая-то странно находите очень странно своими не счетчики на грехов включать но я не буду потому что я ленивый и смотреть странности вместе первоначально темный лорд просто хотел грохнуть гарри верно да только попыток у просрал окей подрались они в парадный гарри пехом зачем-то побежал на высшую башню астрономии для того чтобы и бежать то до нее долго поди и неужели время волон-де-морт не смог догнать его на своем черном священии поднимается не на подразнить хотел догонялки поиграть заклинанием он начинает его душить так вперед гарри в ловушке просто а нахренану душит у него палочка есть ты уже вручную избиваешь заклинание уже моветон далее они спихиваются с пропасти это как-то неразумно для чувака который полчаса назад воскрес а далее нам на весь экран зачем-то показывают вот это ну ладно далее дуэль бузиная палочка по непонятной траектории с дальнего расстояния летит прямо в руки гарри и володя подыхает могущественный волшебник жаль что это сделали здесь они в большом зале рать какие неблагодарные хогварси обитатели короче волон-де-морт проморгал 100 попыток убить гарри зачем-то параллельно болтая с ним и играя в сямский близнецов создатели хотели сделать финальный бой более эффектно ну вот эффектность в итоге явно отсасывает у здравого смысла и у книги это было очень мощные эффекты 7 место нападение на нору в шестой части стоит заметить что этой сцены не было в книге собственно логично давайте разберемся в чем эта сцена хороша да ни в чем во время празднования рождества пожиратели внезапно окружает нору и все месторасположение нафига они окружили вопрос огнем а если не один раз окружили почему второй раз не атаковали они вообще пролетели на пакостить улететь в чем смысл у них же был такой роскошный шанс застать гарри врасплох и похитить мальчонку и убить членов ордена рождество хотели разбавить повествование экшеном так это не эффекта нифига плюс если они узнали их адрес то в седьмой части было бы логично приехать другое место ведь за это время пожиратели могли бы сто раз напасть и очень тупо со стороны поттера бежать дебри за белатрис учитывая что его там элементарно схватить зачем они этот огонь развели чтобы их плен взять тогда какого черта они с легкостью перепрыгивают я очень понимаю в чем смысл по мне фокус не сработал лучше бы уж такой халтурный рейд нам не показывали так что получи на раз седьмое место заслуженно шестое место майкл гэмбан знаете больная тема ричард харрис роли альбуса дамблдора светлую ему память этот дамблдор будто сошел с книги от него веяло чем-то магическим и таинственным даже когда тут был не в духе в его глазах читала спокойная мудрость и таинственность не хватало немножко чудаковатости пробы проходили довольно матерые британцы от кристофера лида и на маккеллина нет дело не в этом дело в режиссере в третьей части это был идеальный дамблдор да и это получилось режиссера все пошло под откос начиная с кубка огня дамблдор какой-то дерганые нервные а с пятой части это просто легендарный мем дамблдор спокойно сказал неспокойно что от него должна исходить мощь и могущество но это не единственное что должно быть дамблдоре ричард харрис словно сошел с книги при этом оригинал актер даже не пытался читать гэмбан к слову тоже книгам не прикасался вот и получается совершенно биполярный актерский взгляд на опять же дело даже не жгурец дело не в актере а именно в майкл гаджи все один лучший но и не лучший вариант особенно когда есть чем сразу серьезно так что оставить образ из узника с кабана вообще был бы идеальный пятое место турнир трех волшебников люблю кубок огня но да очень много словностей посудите сами турнир трех волшебников это отвратительное мероприятие в котором вы калечите и изводите детей как морально так и физически даже какие-то локальные голодные игры по факту мир гарри поттера настолько утопиченным а учитывая что на прошлом мероприятиях умирали дети не сказать что турнир называть лишь к международному магическому сотружеству то черт знает как огромный огнедышащий дракон который несется на 14-летнего подростка поможет сдружиться двум странам с разных континентов вы считаете что гарри который застревает на башне на огромной высоте это нормально это верная смерть повезло бы мне так 14 лет очень больше посмотрите до этого школьничка ладно я получу хуже 13-летнего это вообще крах зачем гарри вообще допустили к турниру большая загадка и лишь конца дамблера мы слышим я подверг тебе ужасной опасности в этом году хуже дамблера были во всех четвертых четвертом фильме лучше дамблера реально не будет поэтому вообще не понимаю для чего ролик пихнул эти гладиаторские поединки позднее она еще не раз с ними намучиться и в частности авторы всяких детских княжонок будут подавать на нее в суд он остырила идея турнира для юных магов туда конечно какой-то невообразимый град с который попросту не кто подавал сюзан коллин со своими голодными играми на 5 место едем дальше четвертое место недосказанность у вас нет ощущений что последних фильмах вам вечно что-то не договариваю фактор и малывают информацию потому что последние книги особенно пятая очень массивные произведения не прерывали сюжет а шли где-то рядом беда в том что в картинах эти линии старались сохранить на деле они лишь перегружали без того запутанное действие разошел из семьи пятом фильме ты пытались показать намеками руки намеками за штирку и ходит рядом но там такой скандал был упоминали далее перси помирил с семьей это узнать только те кто читал книгу тайна семьи дамблера книги была раскрыта целиком и полностью посвящая этому даже отдельные главы а что фильме во время ничего и флёр истории тормозит еще даже не начавшись как же порезали сцена селфи сам должен был беременна в эпилоге нам показали их сына фильме же об этой же нибе сообщают украдкой а дальнейшей судьбе молчок раскрывать эти главы фильмах невозможные действия постоянно будет буксовать и не показали жаль это вообще вставлять фильм зрителям не читавших книги будет трудно понять почему герои решили что медальон связан как-то с домом сириуса кто такой григорович откуда угарит и странное зеркальце я могу долго продолжать очень мелкие детали очень много детали мощно плевал от вы получите к свое заслуженное четвертое место хотя мне больше обидно что четвертой книге вырезали добби и вообще винки и всех остальных домовиков это событие само по себе одновременно как это показано и сам факт смерти сириуса блэка мне кажется довольно глупо на кой черт роулинг водить нового персонажа который подохнет ровно через две книги не успев толком раскрыться выгода от этого ну это ладно но фига полностью убивать всех родственников гарри чтобы он в итоге вообще психушку слёг стоит признать что и сами очень странные таинственные почему у сириуса был удивлен и взгляд какую арку он еще полетел почему он не может из нее вернуться это очень странно и книги наводила какую-то загадочную неопределенность но фильм это поставлено отнюдь глупо если первоисточники сириус погибает бою с белатрис то фильме она порнула ему заклеить из-за спины еще факт того что там очень много вырезали из отдела тайн момента сириус еще функционировал он не просто стоял он даже успел стрельнуть взглядом на гарри за новость в оригинале наводил даже какой-то ужас там столько было крутых моментов в отделе тайн арка с белой пеленой от которой ноль эмоций короче друзья я считаю что смерть сириуса блэка необоснованно и глупо а это да остановка и в край добила так что найти вам третье место и поехали дальше райт чё дальше второе место фееричное везение гарри даже котика на этим шутит он шутил над ним очень много раз не везло о как это мягко сказано гарри как же это мягко сказано зачастую все победы гаррика строится на очень удачных совпадениях а фильм лишь подогревают ой как удобно как же клево пацану фортанула что кверл не выдерживал прикосновений гарри она помощь к нему внезапно прибежал кентавр как же круто что последний момент фокс летел тайную комнату и как круто что в шляпе внезапно могут появляться мечи прекрасно что гарри может спасти самого себя от дементра в одном рукаве рояль в кустах и в другом районе по старой так сказать очень вовремя увидел кубок победителя что последний момент на помощь к нему прилетает орден феникса что дамблэр все-таки успевает дотянуться до палочки разогнать зомбарей огнем мне кто-нибудь остановит интересно вообще посчитать какая же блин противная картинка в шестом фильме он такая его даже напрямую убить не получал убитая в плане контраста боже но на все есть оправдание без таких ходов киноп не было товарищи однако мы уверены что в любой экстремальной ситуации гарри спасут последнюю минуту или секунду но спасут будь то он случайно распознавший гарри в проруби или доби который внезапно появляется в сюжете когда того строго требует повествования до рулин грешит роялями в кустах и зачастую это начинает немного раздражать а жду излишне везучим угаре серебряное второе место и что же у нас на первом ну-ка я уже догадываюсь что на первом месте я догадываюсь этот чертов маховик вы так и знал зараза я буду стоять на своем сколько года на меня вылилось за последние года мол я и невнимательный и высосал первое место из пальца но нет продажу официально поступила пьеса гарри поттер и проклятое дитя я официально вот именно из-за нее еще я люблю третью книгу всей душой третий фильм но сколько же сюжетных дыр с этой штукой черт возьми полезная же штука то сразу возникает вопрос почему после узника с кабан этой вещи больше никогда не пользовались до поттер с помощью него бы не верну родить это про это даже шутили это как должен был закончиться гарри поттер в проклятом дитя они это сделали и мотанулись аж на 40 лет назад да браво поттер же мог догадаться таскать честно я не считаю восьмую книгу канонам я считаю что фанфик сириус умер круто новый маховик натянул мать и что ее выжить из основных событий и профит выполнен ну и так энное количество раз да да вик эта штука секретные крайне опасная по канону они хранились специальном стеллаже отдела тайн который благополучно разбили однако кто сказал что это были последние маховики на земле вот и джек торт вместе с ролик это пронюхали и сделали в финальной пьесе маховик времени камнем раздора по сюжету непутевые сперматозоиды крадут у очкарика данный приборчик и с помощи него колесят по временным точкам ломая таймлайн и в итоге герой узнавая про дочь вон де ворта спасать садрика тигре боже и богу было бы лучше если джон вообще не придумал этот маховик не дайте какую-нибудь иной лучше бы она стала маховик но не добавляли у вас не увидев за него когда смотрел последующие части а уже после пьесы жопа моя начинала горить яром пламя за глупости беру сам факт существования этой штуковины в патриане который полностью ломать нам голову уж больно долго меня это хренатить мучила так что получи к сраный маховик времени свое золотое уже наверно если реально я даже не знаю что может быть хуже чем маховик со мной поспорить ну что ж это был мой топ 10 косяков гарри поттере после всего в принципе справедливо я не что мне лишь бы при как-то справедливо и мелочи но отнюдь друзья да и на справедливо и желанием показать что идеала не существует я по-прежнему дико люблю патериану и в 40 и 60 лет буду испытывать не теплые чувства ну и прошу написать комментариях что лично вас раздражает гарри поттере только не говорите что рыжий рыжий клёпки на это все спасибо за внимание ступайте в группу пальцы вверх не забудьте закупиться на алиэкспрессе за включая поэтому диванчику из тени с автографами ну что ж ребята в принципе с большинством позиций я полностью согласен реально да есть свои проколы конечно но радует опять же ну что ж ребята да с большинством позиции я полностью согласен даже не буду противоречить опять же топу чайкина потому что в особенности с первым местом я согласен на все сто процентов реально окей в пятой части если бы их реально уничтожили сознавать все опасность я был бы не против окей но когда вышло проклятое дитя и показала что они все еще существуют и могут отматывать черт подери на почти на пол века это меня взбесило просто до глубины души потому что настолько тупорывы настолько идиотски высосанный рояль из эти рояль в кустах это извините заговорились потому что я просто не могу выразить всю свою ненависть к этой пьесе и всю ненависть ко всем сюжетным ходам который вызвал маховик времени восьмой книги честно у меня до сих пор жопа горит она горит настолько ярким пламенем что кубок огня будет максимально тусклым по сравнению с моей жопой боже ж ты мой какой же это отвратительность сказать сюжетный элемент но в любом случае ставлю чайкину огромный респект и искренне волшебный лайкос реально топ получился отличным рад что кто-то действительно стал делать таких как сказать топы по самым реально таким худшим или тупым моментом гарри поттера и вообще считаю что большинство произведений стоит делать такие топы самыми нелогичные моменты как ностальгирующий критик делал такой же топ по власти ну колец в особенности согласен со рвами но в любом случае огромное еще раз спасибо чайкину за этот видос но на этом думаю все всем спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки комментируйте обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков жмякайте на кнопку колокольчика ссылочки до нэшн алертс и в описании поддержи канал монеткой и не забудь подписаться на канал чак ревью всем удачи и всем пока